Кто человека может вывести из себя сейчас, когда на дворе 2009 год? Очень много факторов, кстати. Два-три раза в день звонок в службу безопасности какого-нибудь банка, кредитного инспектора, СМС-ка оттуда же, наличие заработной платы, точнее ее отсутствие, постоянное прошвыривание, а вот еще. Неисправность бытовой техники. К примеру, телевизор. Ваш почему-то перестал работать. Либо у него маска поплыла, если это не LCD-панель. Ваша любимая игровая приставка внезапно накрылась и перестала читать лазерные компакт-диски. И тогда ваш ребенок уже мозги парит. Что еще может сломаться? Да все что угодно. Потому что большие сетевики сейчас везут товар, в общем, не особо задумываясь о его качестве. Что делать? Его необходимо не выкидывать, а ремонтировать. Потому что идти и покупать новый не всегда разумно. Теперь, казалось бы, можно ли отремонтировать DVD-проигрыватель, компьютер, ноутбук. Да, можно. И где это можно сделать? Да вот здесь, на Карломаркса 152. Вообще, Карломаркса такая гулечка, такая насыщенная магазинами. Вот рядышком с Карломарксом 115, буквально по диагонали, вот здесь умеют делать. Работа ремонтника и стол электрика и кишки аппаратуры – это не стерильная операционная и живая плоть, над которой колдуют хирурги. Электрики колдуют над пыльными трубаками, меняя кишки. А это вам показывать надо или вам нужен результат. И не желая превращать этот сюжет в сюжет ужасов, продемонстрируем вам результат. Эта техника отремонтирована здесь. Поэтому порассуждаем вместе. Сейчас я буду заниматься тем, чем я не должен заниматься. Я буду рекламировать. Рекламировать что? Sony Playstation? Хотя Sony Playstation деньги мне не хватит. Не за рекламу первой своей станции, не за рекламу второй своей станции, не за рекламу третьей, соответственно. Кто мне платит деньги? Экспресс-ремонт, что на Карломарксе 152. Потому что вот здесь подошли, реально подошли к вопросу наполнения смыслом вашей жизни и экономии вашего бюджета. Согласитесь, покупать навороченный компьютер с хорошим монитором, с хорошим винтом, с видеокартой и все это для того, чтобы просто поиграть. То есть вывалить 40 тысяч рублей, а скоро все это подорожает, потому что, извините, все-таки в долларах мы живем. Мы же не делаем мониторы, мы же не делаем компьютеры, мы даже джойстики не делаем. Тогда может быть все-таки Playstation 2. Великолепная графика, цена опроса 6 тысяч рублей, подключается к любому телевизору и играйте. Что касается того, во что играть, ну давайте посмотрим. О, берем Medal of Honor Frontliner. Пожалуйста, постреляли, прошли. И, и, ну если вы купили оригинальный диск, а потом уходят во что-то другое поиграть, то приходите сюда на Karl Marx 152 и всего за сумму такую 50 рублей вы его поменяете на другой оригинальный диск. Так что, вот вам реальная экономия. Да, дивное время, когда пришлось запускать бустер бешеной работоспособности, наверняка закончится. И я оторвусь. И на игрушках в том числе. И попереломаю и джойстики, и рули, когда найду себе замену, естественно. Но вещам необходимым, как то потерянная, или спертая, или раздавленная панелька от магнитолы, замена находится здесь легко. В общем, живем мы в интересный век, да? Согласитесь, кто мог подумать, что аппарат будет сразу и снимать отпечаток, компьютер будет стоять на столе. Это технически сложные элементы. Только чем технически сложнее элемент, тем больше вероятность его сломать. Или либо он выйдет из строя. Причем он выйдет из строя по разнообразным ситуациям. Вот, например, уранили вы свой фотоаппарат. Вот, к примеру, чай, кофе, прорили на ноутбук. Да, что там еще можно сделать? А, ну, котов у вас много, да? И вот они любят тереться вокруг вашей плазмы. Или DVD-проигрыватели. Долго это продолжаться не может. Фотоаппарат? Фотоаппарат сломается. Ноутбук? Ноутбук прекратит опрашивать клавиатуру. Так, так, DVD-проигрыватель, DVD-проигрыватель скажет, что все, читать мы ничего не будем. А что делать? Внести в гарантийный сервис? А их у нас много вообще, гарантийных сервисов? Вы, ради прикола, попробуйте взять у меня что-нибудь в сети, в сети, торгующий дешевым товаром, в сети другой, и попробовать отремонтировать. Ну, я пробовал, и ничего хорошего не получилось. Очень долго, и все. Зато, зато есть специалисты, вот здесь, в экспресс-сервисе, что на Карамарксе 152, которые очень быстро, грамотно, все это сделало, отремонтируют. Но, кроме тех вещей, которые ремонтируются, есть вещи, которые не ремонтируются. Вот их можно сюда сдать, получить некоторую компенсацию. Потому что, извините, запчасти БУ, они еще послужат. Ну, про вещи БУ мы уже говорили, и в прошлом в сюжете о деятельности сети, в которой, кстати, есть и комиссионный магазин на Правде 50. Мы про собственный опыт общения с этим сервисом поговорим. Ну, господа телевизоры, а также телезрители, прежде чем что-то рекламировать, ну, во-первых, рекламой прямой мы не занимаемся, знаете, это как было бы некрасиво, да? Достаточно взрослые люди и прыгают там, губном рассказывают. Не, не, мы по-другому все. Мы сначала протестируем на себе, поговорим с людьми, пообщаемся, а потом уже вам сделаем красивое кино. И покажем. Так вот, экспресс-ремонт, что он на Кардамарсе 152, мы проверили собственными силами. Каким образом? Ну, сломался у меня домашний кинотеатр, точнее, одна колонка. Через три часа она была отрывантирована. Так, подружка моей жены взяла фотоаппарат пофотографировать. Ну, вы знаете, да? Подружки жены не всегда IQ там куда-то проверка. Думал, все, похоронил я свой фотоаппарат. Нет, принес. Вот, принес еще другой фотоаппарат. Тут уже мой косяк был. Исключительный. Знаете, путешествуем, иногда, 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 иногда бегаем по аэропорту. Вот, тоже уронили. Сделали. То есть, мы проверили. Здесь ремонтируют PS1, PS2, ноутбуки, DVD-проигрыватели, домашний кинотеатр, плазма, что там еще. Я не знаю, что здесь не ремонтируют, но, наверное, холодильники не ремонтируют, потому что они не по профилю. Да, и сотовый телефон здесь тоже не ремонтируют, потому что, знаете, с этим барахлом связываться не надо. Отдавайте их лучше кому-нибудь еще. Конечно, сервисменов, как и докторов, поискать еще надо. Конечно, дело каждого, лечить свой электронный девайс или выбрасывать. Конечно, что-то и при умении, естественно, можно сделать самому. Утюг или чайник, например. Но если вы, себя, тихо так, никому не говоря, в глубине души, признаете чайником в электронике, то несите лучше уж поломанное сюда, к этим докторам. Да уж, действительно, это дешево и вкусно, это чудо-кукуруку. Реклама еще с 95-го года мне припомнилась. А сейчас это дешево и быстро, это экспресс-ремонт, что на Карла Маркса 152. Кстати, недорого. Поэтому, в случае того, что у вас могло приключиться, то есть неисправности бытовой техники, проезжайте сюда.